45 долларов за несколько кликов надо? Если да, то сейчас расскажу, что нужно будет делать. Последнее время биржа Bybit выкатывает огромное количество ивентов, которые мы благополучно выносим. Один из последних жирных таких это Airdrop от Bybit и Mevia. Здесь раздавали по 250 долларов на аккаунт рандомно среди тех пользователей, которые выполнили простейшие условия. Я вынес с двух аккаунтов, то есть получил 500 долларов. В общем, действительно, easy money такие получились. Соответственно, был записан обзор и был анонс сделан в Телеграме. Даже сейчас есть анонсы других ивентов, которые на бирже Bybit проходят и не только. Поэтому переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на канал. Возможно, увидите тот самый анонс, который принесет вам кучу денег. Ну, а если не понравится, просто отпишитесь. Значит, по текущему ивенту, да, в прошлом ивенте жирным нам раздавали по 250 долларов. В этом пул общий порядка миллиона токенов XI. По текущему курсу это что-то в районе полутора миллионов долларов. И в блоке, в котором мы будем участвовать, здесь будут раздавать по 30 XI на 30 667 участников. То есть, проходка будет очень большая. И в этом видео, да, видео будет из двух частей. В первой части я сейчас покажу, что нужно будет сделать. И во второй части покажу, как увеличить ваши шансы. То есть, как делать мультиаккаунты для того, чтобы вас не подпалили. В общем, всю механику продемонстрирую. Внизу есть там тайм-код. В общем, можете сразу, если здесь все понятно, переходить к мультиакингу. Значит, немного организационных моментов, да. Значит, сам ивент стартанул с 11 марта и закончится 31 марта в 13.00 по Москве. Первым действием, да, соответственно, мы должны перейти на эту страничку. Ссылка в описании под этим видео. Нажимаем зарегистрироваться. Вот я уже зарегистрирован. И выполняем действие. Нужно подписаться на три твиттера. Это Bybit, XI и игрушки Tarochi. Так, давайте. Так, на Bybit я подписан. Закрываем. Так, XI читаю. Подписан. И вот эта игрушка. Нажимать, нажали, читаю. Так, все окей. Значит, это задание выполнили. Процитируйте, ретвитните пост с вашим комментарием. Значит, для того, чтобы, значит, вот сюда жмем, сделать... Цитируемый пост. Цитата жмем. И оставляем. Так, пишем. Выносим. Очередное промо. Опубликовать пост. И, соответственно, нам нужна... Вот так посмотреть. Можем нажать. Нам нужна вот эта ссылочка. Сразу ее берем. И вот здесь указываем. Указываем. Все. Первая задача здесь выполнена. Пройдите KYC. Разумеется, у меня пройдено. Если вы не зарегистрированы на бирже Bybit, ссылочка для регистрации со всеми бонусами максимальными также в описании под этим видео. Далее. Необходимо внести не менее 100 долларов США и торговать любой суммой XI. Либо XI занести. Но я думаю, XI никто не будет заносить. В общем. Если у вас уже есть на бирже Bybit средства, их в любом случае нужно будет завести. Можете вывести их на другую биржу и завести снова. То есть это обязательное условие. Это нужно будет сделать после того, как вы нажали на кнопку зарегистрироваться. Теперь. После этого любой суммой XI торгуем. Давайте сюда перейдем. Абсолютно. Вы можете там на 100 долларов, на 50, на доллар, на 3. В общем, как угодно. Давайте так. Я куплю. Давайте просто по рынку куплю. На 12 долларов. Купить. Все. По рынку купил. Ну и соответственно, если что, можете продать. У меня и так XI есть. Но пусть будут еще. Еще и вынесу. Теперь. Это выполнили. Исследуйте игру тороче. Переходим по ссылке. В общем, это сама игра. Если интересно, можете прокликать там. Просмотреть. Что-то там. Какие-то техработы что ли идут. И ответьте на вопросы в форме. Теперь. Так. Какие у вас впечатления от игры? Ну, здесь можете что-нибудь просто. Good game. Просто. Good game. Окей. Вы внесли 100 долларов в США и торговали в сайт? Да. Все. Окей. Ну, в принципе, все. Вот задание выполнено. Теперь. Я уже являюсь. Этот аккаунт является претендентом на Airdrop. Я один из 330 667 участников. Я надеюсь, что этот аккаунт залетит. Но дабы повысить шансы, я буду загонять еще большее количество аккаунтов. Для того, чтобы получить как можно больше токенов XAI на халяву. Переходим к мультиакингу. Разумеется, на биржах запрещены мультиаккаунты. Бирже важно, чтобы у одного пользователя был один аккаунт. Они не хотят кормить охотников за дропами и других различных охотников. Поэтому вводятся процедуры KYC. Различные антифрод системы внедряются для того, чтобы вычислять мультиаккаунты. Но используя специальный софт и дополнительные расходники, можно всю эту систему обходить и благополучно администрировать десятки и даже сотни аккаунтов. Это все, разумеется, на практике проверено. Для того, чтобы нам начать мультиачить, нам потребуется антидетект браузер. Я использую Dolphin Antia. Ссылки на все, на что я ссылаюсь, есть в описании под этим видео. Плюс, где есть такая возможность, промо-коды. Поэтому в описании заглядывайте, регайтесь по ссылкам, используйте промо-коды для того, чтобы уменьшить свои незначительные расходы. Как говорится, сэкономил, считай, заработал. Значит, Dolphin Antia это наш отечественный антидетект браузер с русскоязычной поддержкой, интуитивно понятный. Ну, я уже пользуюсь достаточно давно, мне нравится. Значит, переходите по ссылке, регистрируйтесь. После этого нажимаете скачать и скачиваете Antia. Либо на Windows, либо на Mac, либо на Linux, да, то есть, что вам больше, соответственно, каким железом вы пользуетесь. Теперь, значит, по тарифам. Ну, насколько я помню, это единственный антик с бесплатным тарифом. Вот до 10 браузерных профилей можете юзать. Если там потребуется больше, можете добавлять вот по 10 долларов за каждые 10 профилей. Либо брать там на 100 профилей, если чуть уже начнете больше аккаунтов заводить, это 89 долларов в месяц стоит. Ну, и, соответственно, чем больше профилей, тем дороже. Ну, и, соответственно, ну, за профиль дешевле получается. По лайфхаку, да, можно сразу за полгода оплатить. 20% скидка будет плюс допом скидка будет по промокоду, который, соответственно, вы сами знаете, что находится в описании под видео. Вот здесь, я думаю, разберетесь, там, оплачиваете и юзаете. Вот таким образом он уже выйдет, выглядит после того, как вы его скачаете, да. У меня уже, соответственно, понятно, здесь у вас профиля не будет. Мы сейчас с вами первый профиль создадим. И для того, чтобы создать профиль, мы кликаем вот так вот создать. Название профилю даем. Ну, я вот тест просто назову его. Можем как какие-то статусы. Статусы тоже самостоятельно добавляем. Ну, вот я свои вот такие добавил, да. Ну, например, подготовка. Какие-то теги можно добавлять, ну и так далее. Далее выбираем операционную систему. Он по умолчанию подтягивает ту, соответственно, да. Если вы на Mac работаете, Mac будет. Ну, если вы работаете на Mac и будете выбирать Windows, это не есть хорошо. То есть, понятно, да, если вы на WinD работаете, профиль тоже на WinD создаете. Если на Mac, то на Mac. Дальше обязательно используем прокси, да. То есть, чтобы наш IP не спалили, мы используем другие чужие айпишники. Что делаем? Для этого покупаем прокси. Вот я юзаю три таких основных у меня продавца прокси есть. Это прокси 6, прокси Line и прокси с IO. Ссылки на них, сами знаете тоже, где находятся. Давайте я, ну, здесь самое важное, какие прокси покупать. Значит, берем прокси IPv4 индивидуальные, индивидуальные, не шерят, да. То есть, не те, которые там для всех, так сказать, раздаются. Здесь еще где-нибудь посмотрим, сразу покажу. Вот, то есть, индивидуальные, общие. Нам всегда индивидуальные IPv4 нужны. То есть, и предположим, что у нас мы будем регистрировать и проходить KYC на человека из России. Ну, соответственно, берем российский проксяк. Вот, давайте я здесь и куплю его. Так, SOX5. HTTPS тоже подходит, но я вот SOX5 беру. И вставляем его, соответственно, соответствующий раздел. Вот здесь можем так сразу нажать. Ага, видно. Все, прокси активно. Европа, Москва, все дела. Так, если нужно, там какие-то названия можете давать. Но я обычно не использую. Здесь, вот, экран только. Берем вручную и разрешение выбираем. Ну, например, вот так берем. Все. Больше ничего не меняем. И нажимаем создать. То есть, здесь видим, да, то есть отпечаток, да, то есть, что за устройство, что он модулирует, так сказать. И нажимаем создать. Вот у нас создался профиль. Мы его запускаем. И тем временем нам нужна почта. Почту я покупаю на Axe Market. Выбираем категорию. Если проходим KYC на граждан, там, России или стран бывшего СНГ, бывшего Советского Союза, можно брать и Rambler почты, email. Ну, если кого-то иностранцев, то я рекомендую Gmail брать. Ну, я вообще, в принципе, обычно всегда беру Gmail. Значит, беру почты. Дополнительно идет почта в комплекте. Так, нажимаю купить. Так, так, так. Покупаем. Так, способ оплаты. Личный баланс. Ну, соответственно, можете баланс пополнить, либо отдельно выбирать, каким способом оплачивать. У меня на балансе средства есть. Так, здесь галочку ставим. Перейти к оплате. Так, и вот наш заказ. Открываем. Скачать. Вот у нас эта почта. И заходим, соответственно. Копируем. Почту, пароль. Так. Опа-опа. Перепутал вкладки. И заходим в Gmail. Закладки и все остальное вы сами можете прописывать. Функционал, я говорю, достаточно кайфовый. Это у нас почта. И вводим пароль. Может потребовать. Ну, в принципе, все. Мы зашли. Электронная почта. Ну, в принципе, все. У нас готово. Дальше. Следующим этапом. Регистрируемся на бирже Bybit. И проходим все манипуляции. Это делать мы, конечно же, сейчас не будем. Потому что не вижу в этом смысла. Но механика дальнейшая такая. Да, то есть, понятно, что вот мы зарегистрировали. Зарегистрировали аккаунт. На вновь купленную почту. Теперь нам нужно пройти KYC. Есть несколько вариантов. Первый, да, там это маму, папу, брата, дочку, сестру, жену, тесть, свата. Всех зарегали. Но мы хотим еще больше аккаунтов. Откуда их взять? Часто люди стесняются, да, там. Ой, куда мне там паспорт надо загружать. Хотя все данные уже сто пятьсот раз слиты. Боятся пройти KYC. Есть люди, готовые делать это за деньги. Есть специальный телеграм-бот, где можно покупать KYC. На них линк тоже оставлю. Сами знаете где. Переходим в бота. Выбираем категорию, что нам нужно. KYC. Ну и, соответственно, какой биржи? Bybit. Ага. Бангладеш. Четыре доллара. Нигерия пять долларов. Периодически появляется еще Украина. Она подороже, если не ошибаюсь, еще двенадцать или четырнадцать долларов. Я на Бангладеш вроде бы проходил. Проходил, да, на Бангладеш по четыре с половиной доллара. Вот у меня здесь аккаунты. Да, Бангладеш. Все достаточно быстро работает в таком формате. Мы им передаем логин, пароль от биржи. Они проходят KYC. Ну, в принципе, все. Вуаля, готово, да. Проверяете, если все ок. Там менеджером списываетесь. И далее меняете пароли. Пароли обязательно меняем на самой бирже и на аккаунте, который вы купили почтовике. Также меняем резервную почту для того, чтобы, ну, мало ли, то есть не вы это создавали, чтобы избежать различных неприятных моментов. Ну, в принципе, вот в таком ключе им вроде ничего сложного нет. Один раз сделал, потом пользуйся сколько хочешь. Также в каждый профиль вы можете там закинуть отдельно Twitter. Все это дело также на Аксмаркете покупается. Такая сразу небольшая фишечка, да, авторизируйтесь лучше по токену. Как авторизироваться по токену на YouTube наберете. Есть понятные видео. Это намного проще, чем почта, пароль. Twitter по токену очень лояльно относится и аккаунты не вылетают. В общем, мультиачьте, ребят, делайте активности. А, ну еще важный момент. Когда вы будете пополнять свои мультиаккаунты, не вздумайте пополнять это, ну, например, со своего аккаунта Bybit, да, там, с основного или с какого-то другого. Или там со своего MetaMask или TrustWallet. Отправляйте средства с другой биржи, так как средства уходят там буквально с нескольких биржевых кошельков. И, ну, вы не спалитесь. Вот, основная мысль такая. На этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, если что-то было непонятно, пишите комментарии под этим видео. Обязательно отвечу. Подписывайтесь телегу, ставьте лайк. И пока-пока. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...